Новосибирск. Новосибирск со статусом городского округа, являющегося самым населенным муниципальным образованием в стране. Также в Новосибирске находится управление Западно-Сибирской железной дороги, представительство президента РФ в Сибирском федеральном округе, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Кассационный военный суд Российской Федерации. Город является центром новосибирской агломерации. Крупнейшей торговой, деловой, культурной, транспортной, образовательный и научный центр Сибири. Новосибирск основан в 1893 году, статус города получил 28 декабря 1903 года, 10 января 1904 года, года. Численность населения, стрелка вправо вниз 1 млн 620 162 человек, 2021 год, благодаря чему он является самым многонаселенным городом азиатской части России и самым большим в России муниципальным образованием, городом без статуса субъекта Российской Федерации. Город расположен на обоих берегах реки Обь рядом с новосибирским водохранилищем, образованным на Обе, перегороженной плотиной новосибирской ГЭС. Территория города составляет 502,7 квадратного километра. Глава города, мэр, избирается путем проведения всеобщего голосования среди жителей города. Эту должность с 23 апреля 2014 года занимает Анатолий Локоть, КПРФ. Указом президента Российской Федерации от 2 июля 2020 года городу было присвоено звание «Город трудовой доблести». Этимология Возник в 1893 году как селение Новая деревня, неофициальное название «Гусевка», в связи с постройкой железнодорожного моста через реку Обь при проведении Транссибирской магистрали. В 1894 году Новая деревня переименована в поселок Александровский, в честь императора Александра III, инициатора строительства Транссиба, а уже в 1895 году поселок переименован в Новониколаевский в честь императора Николая II. В 1903 году преобразован в безуездный город Новониколаевск. Компонента нова включена в название для отличия от названий двух других существовавших тогда городов с названием «Николаевск», в Устье Амура, с 1926 года, Николаевск на Амуре, и в Заволжье, с 1918 года, Пугачев. В 1926 году Новониколаевск переименован в Новосибирск. История. Основание и история до 1917 года. Город был основан на месте крупного городища Чацких Тата. Первым русским поселением на территории современного Новосибирска был Никольский погост или село Кривощоково. 30 апреля, 12 мая, 1893 года прибыла первая партия рабочих для строительства жилья для рабочих, которые начнут прибывать для строительства моста, этот момент принято считать официальной датой рождения Новосибирска. К 1896 году западно-сибирская железная дорога была достроена до обе, в связи с чем Большое Кривощоково было частично уничтожено. Более сотни семей с домами были переселены на противоположный берег, основав в 1891 году поселок Кривощоковский, Атлас Азиатской России, Петербург 1916 года, а на месте снесенной части села были построены подъездные пути и в одной версти от них, станция Кривощокова, с 1960 года, Новосибирск-Западный. В 1897 году был открыт для движения построенный железнодорожный мост через реку Обь. Наличие железной дороги, инфраструктуры станции способствовало притоку населения в переселенческий поселок. Так, за несколько лет число его жителей увеличилось с 685 до 2000. Кривощековская слобода включена в состав города Новосибирска только 20 октября 1930 года, получив название Заобский район, с 1934 года, Кировский. 11-24 мая 1909 года в Новониколаевске произошел страшный пожар. Он продолжался несколько дней. Огнем было уничтожено 794 дома со всеми приусадебными постройками, сгорело 22 квартала города, более 6 тысяч человек остались без крова, большинство их расположилось лагерем под открытым небом вдоль Каменки. Общий ущерб, нанесенный пожаром, составил свыше 5 миллионов рублей золотом. Вслед за пожаром через несколько дней началась эпидемия брюшного тифа и холеры. Также в 1909 году железнодорожная станция Обь переименовывается в Новониколаевск. В 1912 году власти Новониколаевска официально вводят всеобщие начальное образование, к тому времени всеобщее начальное образование было введено только в Ярославле. В этом же году происходит еще более громкое событие. Дело в том, что судьба Новониколаевска могла бы стать похожей на судьбы других станционных поселков, которые таким же образом появились на пересечении Великих рек и Транссибирской магистрали, но вмешался случай. В Санкт-Петербурге было принято решение связать железный дорогой Сибирь с Алтаем. Существовали разные варианты отправного пункта, но Владимир Жернаков, городской голова Новониколаевска, в течение трех лет всеми средствами пытался убедить имперскую комиссию по железным дорогам в том, что прокладывать дорогу на Семипалатинск, конечный пункт Алтайской ветки, нужно именно от станционного городка Новониколаевска. В итоге трех, 16 июня 1912 года состоялось главное для будущего Новосибирска событие, Жернаковский вариант прошел высочайшее утверждение, и Новониколаевск в одночасье стал крупнейшим в России мультимодальным узлом, Южный транспортный луч автоматически изменил статус всех остальных, они превратились в транснациональные. С этого времени в Новониколаевске начался невиданный по темпам экономический бум, в 1915 году, когда строительство железной дороги Новониколаевск-Семипалатинск еще только подходило к концу, в городе при 70 тысячах населения уже работало семь банков. Символом того времени стала Часовня Святого Николая, которая в этом же году была торжественно открыта на Николаевском проспекте, ныне Красный проспект. В 1915 году строится железнодорожная станция Новониколаевск-2, с 1960 года, Новосибирск-Южный, станция Новониколаевск разделяется на станции Новониколаевск-Ай-Пассажирский и Новониколаевск-3-товарный. В 1916 году Новониколаевск был выбран в качестве губернского города для вновь образуемой Алтайской губернии, которую предполагалось образовать в 1917 году. Временное правительство, однако, затем решило сделать губернским городом Барнаул. К 1914 году население города Новониколаевска насчитывает 60 тысяч человек, в 1915 году — 75 тысяч человек, без учета переменного состава расквартированных войск. В городе имеются частная и железнодорожная пристани с ледником для масла на 820 тонн, восемь религиозных учреждений, пять православных, одна католическая, одна старообрядческая церкви, одна еврейская молельня, более 40 учебных заведений, в том числе реальное училище, женское гимназия, четырехклассное городское, двуклассное железнодорожное и начальное училище, типография, четыре библиотеки, четыре больницы, амбулатории, казначейство, отделение шесть банков и два агентства земельных банков. Обороты банков около 250 миллионов рублей, биржа, заводы, военно-сухарный, чугунолитейный, ТВ-трут, и, верман и петерс, кожевенные, мыловаренные, лесопильные и дыре. После 1917 года. После февральской революции состоялись выборы в городское народное собрание. Параллельно был образован совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 14-27 декабря 1917 года в помещение городской управы прибыл вооруженный отряд, который возглавлял один из лидеров большевиков и петухов, так власть в городе перешла к советам. 26 мая 1918 года одно из подразделений Чехословацкого легиона, поднявшего вооруженный мятеж на всем пути своего следования после событий 14-25 мая, во главе с капитаном Гайдой свергла советскую власть в Новониколаевске, захватив город в результате неожиданной военной операции с участием офицеров местного антибольшевистского подполья. Одновременно в Томске население свергло губернский большевистский совет и объявило о формировании на территории Томской, Алтайской, Омской, уточнить, и Енисейской губернии Автономной Республики, Сибирской области, руководить которой предложено антимонархической университетской интеллигенцией под причедательством Григория Потанина. 28 мая в Новониколаевск прибыл полковник А.Н. Гришин Алмазов, который объявил о своем вступлении в командование войсками Западно-Сибирского военного округа Республики Автономная Сибирь, уточнить. Военные администрации Новониколаевска лидеры большевистского городского совета, Федор Горбань, Федор Серебренников, Дмитрий Полковников, Александр Петухов и ДР. 4 июня 1918 года города были расстреляны без суда и тайно захоронены. Террор был направлен против советской власти и сочувствующих ей рабочих, крестьян, служащих. Аресты и расстрелы происходили каждый день согласно заранее подготовленным спискам, составленным агентурой. Террор продолжался до декабря 1919 года и запомнился особыми зверствами со стороны белогвардейцев. Гришин Алмазов требовал от подчиненных в борьбе со врагами быть инициативными и беспощадными. 30 июня 1918 года Западно-Сибирский комиссариат передал свои властные полномочия Временному сибирскому правительству, сформированному из областников во главе с П.В. Вологодским, прибывших из Томска и Харбина. После этого Временное правительство переехало в Омск, потому что Новониколаевск продолжал оставаться под контролем польских и чешских легионеров. Иностранные военнослужащие также проводили регулярные карательные операции против местного населения. В большей степени современники негативно отзывались о преступлениях поляков. В ноябре 1919 года автономная Сибирь пала, поздней осенью войсками 5-й армии и Красной армии был взят Омск, а через месяц войска сибирских армий от Барнаула до Томска фактически сложили оружие, Томск и Новониколаевск полив 20-х числах декабря 1919 года. После Гражданской войны весной 1920 года в Новониколаевске лютует эпидемия тифа и холеры. Болезнь везли из европейской части страны беженцы. Население города в августе 1919 года составляло почти 130 тысяч человек, а в 1920 году уже 67 тысяч. Советское правительство создало чрезвычайную комиссию по борьбе с тифом, чека-тиф. Из Новониколаевска болезни расползались по губернии. Плохо работали государственные учреждения, включая железную дорогу, население испытывало голод. По городу бродили приезжие, которые оставались тут из-за простоя поездов и просили еды и ночлега. В 1920 году продразверстка, идущая в жастких условиях в селах хлеборобной части юго-запада Томской губернии, вызывает антибольшевистское восстание крестьян, сибирская вандея, которая идет под лозунгами сохранения советской власти и социалистической революции, но без коммунистов. В восставших местностях коммунистические ячейки были полностью уничтожены. Погибло около 150 человек, членов РКП, Б, и члены народной милиции Колывани, центр восстания. Восставшие формируют собственные вооруженные силы и партизанские отряды. На тот момент в Новониколаевске отсутствует постоянный гарнизон Красной Армии и защита города организована силами сотрудников ВЧК и народной милиции. Части мятежников захватили близлежащую к городу станцию Чик. Сибревком срочно эвакуирует в Томск все государственные и партийные учреждения. Томску возвращен статус столицы губернии. Из Новониколаевска и Томска против восставших выдвинутой части ВЧК и ЧОН, отряды вооруженных членов партии и активных комсомольцев. Восстание было жестоко подавлено. Было арестовано около 600 человек. К расстрелу были приговорены 250 активных участников. Чтобы восстановить важнейший транспортный узел, руководство ВЦИК 13 июня 1921 года, посредством Сибревкома решает все-таки превратить Новониколаевск, новый пролетарский административно-политический центр, на части территории Томской и Омской губерний формируется Новониколаевская губерния. Здесь вновь располагается Сибревком. Сюда из Омска переводятся все сибирские управленческие структуры РКП, В, включая редакцию газеты «Советская Сибирь». А затем, 25 мая 1925 года, Сибревком проводит административную реформу на территории Сибири, создается новая административная структура «Сибирский край», с центром в Новониколаевске, Новосибирске. В состав были включены бывшие Томская, Омская, Новониколаевская, Алтайская и Енисейская губернии, а также Айродская автономная область. Советская власть в Новониколаевске была установлена в конце января 1918 года, и тогда впервые заговорили о переименовании города. После восстановления советской власти в декабре 1919 года этот вопрос снова начал обсуждаться, предлагалось много вариантов. В декабре 1925 года первый Краевой съезд Совета в Сибири решил вопрос о новом названии города, и газета «Советская Сибирь», от 10 декабря 1925 года поспешно пишет о переименовании Новониколаевска в Новосибирск. Так как официально город назывался Новониколаевск, то в постановлении в ЦИК о переименовании от 12 февраля 1926 года ошибка была исправлена, Новониколаевск был переименован в Новосибирск. Однако, как и в прежнем названии города, дефис в названии Новосибирск не прижился в обществе и не использовался. В ранге административного центра крупнейшей в мире административно-территориальной единицы Новосибирск снова начинает развиваться. Город получает прозвище «Сибирский Чикаго», с легкой руки народного комиссара просвещения РСФСР, академика Анатолия Луначарского, который в конце 1920-х побывал в Новосибирске и так записал свои впечатления от посещения города. Если пять лет тому назад Новосибирск представлял собой еще полудеревню, то сегодня это оригинальный город, выросший в 200-тысячную столицу и неудержимо мчащийся вперед, как настоящий сибирский Чикаго. В 1930 году Кривощековская Слобода была переименована в Заобский район и впервые включена в состав территории города Новосибирска, который до этого времени располагался исключительно на правой стороне обе. 30 июля этого же года постановлением в ЦИК из 14 округов Сибирского края и Айродской автономной области был образован Западно-Сибирский край с центром в Новосибирске. В 1934 году на строительстве Дворца науки и культуры, ныне Театр оперы и балета, завершилось сооружение купола, разработанного московским инженером БФ Матыри. Лежащий на опорном железобетонном кольце, которое, в свою очередь, опирается на стоящие по кругу колонны, этот купол был создан как уникальная монолитная железобетонная конструкция диаметром 55,5 метров, с толщиной стенок 8 сантиметров. Отношение толщины скорлупы куриного яйца к его диаметру составляет 1,250, а у детища Матыри этот показатель составил 1,750. Здание оперного театра становится символом современного Новосибирска. В 1936 году самое крупное тогда предприятие Новосибирска завод «Сибмашстрой», где выпускались льно-трепалки и насосы типа «Комсомолец», сменило профиль, директора и название. Оно было преобразовано в предприятие авиационной промышленности номер 153, став таким образом заводом по выпуску истребительной авиации. Дело в том, что завод создавался для массового производства только одной модели конструктора Николая Поликарпова, И-16, который сегодня считается первым в мире серийным высокоскоростным низкопланом с убирающимся в полете шасси. Завод, получивший в 1939 году право называться именем Валерия Чкалова, И-16 называли «самолетом Чкалова», за то, что Чкалов его сам испытывал и сам отстаивал перед Сталиным как родоначальника нового вида боевой авиации, в годы Великой Отечественной войны стал одним из основных поставщиков истребительной авиации. В 1944 году из Новосибирска на фронт уходило по 17 истребителей в сутки, хотя более половины работавших на Чкаловском заводе составляли 12-14-летние подростки из пригородных деревень. Они трудились в условиях жесточайшей дисциплины за 700 граммов хлеба в день, такова цена девиза «полк в сутки», с которым Новосибирск вошел в историю Второй мировой войны. 28 сентября 1937 года ЦИК СССР утвердил постановление в ЦИК о разделении западно-сибирского края на Новосибирскую область с центром в Новосибирске и Алтайский край с центром в Барнауле. Впоследствии из Новосибирской области были выделены Кемеровская, 26 января 1943 года, и Томская области, 13 августа 1944 года. С 21 августа 1943 года по 3 июня 1958 года Новосибирск являлся самостоятельным административно-хозяйственным центром со своим особым бюджетом и относился к категории городов республиканского подчинения РСФСР. 25 сентября 1948 года на северной окраине Новосибирска основан секретный завод по выпуску урановой продукции, который назывался предприятие номер 80 или завод химконцентратов. Примыкавший к нему район называли по тогдашней терминологии соцгородком за особый режим снабжения и особое отношение к нему со стороны властей, курировал проект Листа Берия. В 1951 году на 80-м «Ящике» начался выпуск урана, который на первых порах выплавлялся открытым способом. Идея создания в Новосибирске сибирского отделения АНССР была воплощена в жизнь в 1957 году, после того как руководитель страны Никита Хрущев одобрил план трех крупнейших советских ученых, отца противотанковых кумулятивных снарядов Михаила Лаврентьева, математика Сергея Соболева и физика-механика Сергея Христиановича. На окраине Новосибирска, по мысли этих научных деятелей, был возведен Академгородок. Эвакуированное население повлияло не только на развитие науки и искусства, но и на общую демографическую ситуацию, 2 сентября 1962 года в Новосибирске был официально зарегистрирован миллионный житель. В 1960-е годы западно-сибирская железная дорога под руководством ее первого начальника НП Никольского пережила технологическое обновление, многие элементы которого носили революционный характер. На смену паровозам стали приходить тепловозы и электровозы, родилась современная система пассажирского железнодорожного сообщения. В 1969 году местный зоопарк, организованный в 1947 году, возглавил ветеринарный фельдшер Ростислав Шила. В августе 1972 года в Новосибирске побывал с визитом генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. В разговоре с ним первому секретарю Новосибирского обкома партии Федору Горячеву удалось доказать необходимость скорейшего строительства новосибирского метрополитена, первого в Сибири. Во время проектирования будущего сооружения главный инженер проекта СВ Цыганков и инженер КП Виноградов предложили мостовой переход через ОПН на 14 опорах, так состоялось рождение самого длинного метромоста в мире. 28 декабря 1985 года новосибирский метрополитен был принят в эксплуатацию государственной комиссией, а 7 января 1986 года метрополитен официально открыл свои двери для пассажиров. 26 сентября 1976 года бывший пилот, угнавший с аэродрома Новосибирск, северный самолет Ан-2, протаранил на нем пятиэтажный жилой дом на улице Степной, 43 первых. Погибли 11 человек. 28 апреля 1982 года опубликован указ Президиума Верховного Совета РСФСР о награждении Новосибирска орденом Ленина, а в феврале 1990 года Новосибирску присвоен статус исторического города как Центра науки и культуры Сибири. 6 апреля 1987 года учрежден ежегодный праздник – День города Новосибирска. Самый первый день города Новосибирск отмечал 4 октября 1987 года. Этот день оказался самым холодным за всю историю праздника, температура опустилась до нулевой отметки, выпал первый снег. На следующий год праздник был перенесен на июнь. С 1995 года День города официально празднуется в последнее воскресенье июня. В 1993 году первый губернатор, глава администрации, Новосибирской области Виталий Муха был снят с должности указом президента РФ за отказ поддержать его действия по разгону Верховного Совета РФ. Как и близлежащие города, Новосибирск в середине 1990-х годов находился в сибирском «красном поясе». 13 мая 2000 года указом президента РФ Владимира Путина был образован Сибирский федеральный округ, центром которого был назначен Новосибирск. В 2015 году Новосибирску присвоено почетное звание «Город воинской и трудовой славы». 2 июля 2020 года Новосибирску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Физико-географическая характеристика Географическое положение Новосибирск расположен в юго-восточной части западно-сибирской равнины, на обоих берегах реки Обе. Географические координаты города – 55 градусов северной широты, 83 градуса восточной долготы. На данной широте расположены такие города, как Калининград, Москва, Челябинск, Омск. С севера на юг, от Зайльцовского парка до Морского проспекта, город растянулся на 43 километра, с запада на восток его протяженность равняется 25 километрам. В городе 1941 улица, при этом 493 улицы носят названия, которые встречаются только в Новосибирске, общая длина которых – 1400 километров. Геологические особенности городского рельефа характеризуются тем, что город и окрестности расположены на мощном твердоскальном фундаменте, покрытом толще осадочных пород – глиной, гальками, песком. Местами на поверхность выходят фрагменты фундамента тектонической структуры – томь-колыванской склачатой зоны, которые и формируют современный рельеф. Во второй половине четвертичного периода на этой территории началось медленное поднятие земной коры, продолжающейся и в настоящее время. Из-за этого в городе могут происходить землетрясения малой амплитуды, сильные исключены, силой 2-3 балла по шкале Рихтера. Последнее землетрясение 19 марта 2013 года было незначительным – менее вторых баллов. Строение земной поверхности характеризуется расположением Новосибирска на Приобском плато в районе реки Обе. Левобережная часть имеет плоский рельеф. Максимальная высота находится в районе площади Карла Маркса – 151 метр. Правобережная часть, в свою очередь, изрезана множеством балок и оврагов, относящихся к периферийной части Салаирского Крижа. Максимальная высота правобережья – 214 метров. Крупной проблемой Новосибирска является овражная эрозия, занимающая территорию около 2000 гектаров, в городской черте 150 крупных и мелких оврагов, развитию которых способствует хозяйственная деятельность. Климат Новосибирск находится в континентальной климатической зоне. На климат города влияет его географическое положение, так как он расположен восточнее Москвы на 3000 км и западнее Улан-Батора на 2000 км, в его климате в основном проявляется суровая континентальность азиатского материка, хотя и ощущается смягчающее воздействие Атлантики. Равненность территории позволяет свободно распространяться как волнам холода с севера, так и волнам тепла, с юга-запада. В связи с этим зимой могут отмечаться как сильные морозы, так и кратковременные оттепели. Долгота светлого времени суток на широте Новосибирска изменяется от 7 часов 9 минут в период зимнего солнцестояния около 21 декабря, до 17 часов 23 минут в период летнего солнцестояния, около 21 июня. Средняя продолжительность солнечного сияния за год составляет 2088 часов. Для сравнения, в Казани, 1916 часов, в Москве, расположенной на той же широте, всего 1568 часов. Однако случаются значительные отклонения от нормы, аномально, «солнечным» был 2011 год, когда общее количество часов солнечного сияния составило 2308, 1972 год оказался наиболее пасмурным – 1691 час. Минимальные значения солнечного сияния выпадают на период с ноября по январь, максимальное – на июне и июль. За период 1966-2013 годов средняя годовая температура воздуха в Новосибирске составила плюс 1,3 градуса Цельсия. Для города характерны большие колебания среднемесячных, 38 градусов Цельсия, и абсолютных, 90 градусов Цельсия, температур воздуха. Средняя месячная температура воздуха января равна, минус 17,7 градуса Цельсия, средняя июльская температура – 19,3 градуса Цельсия. Абсолютный минимум был зафиксирован 9 января 1915 года, минус 51,1 градуса Цельсия. Абсолютный максимум 12 июля 2014 года – 41,1 градуса Цельсия. Для Новосибирска, как крупного города, характерно такое явление, как формирование «острого тепла», когда температура на его территории выше на 1,4 градуса Цельсия по сравнению с прилегающей территорией. Весной городские районы прогреваются быстрее, а летом температуры в городе выше на 0,7 градуса Цельсия. Среднегодовое количество осадков составляет 460 миллиметров. Годовые суммы формируются в основном за счет осадков теплого периода. Атлантический воздух достигает Новосибирска значительно иссушенным, арктический содержит мало влаги, тропический – из районов Средиземного моря и Индийского океана – проникает на территорию города редко, поэтому общее количество осадков в Новосибирске значительно ниже по сравнению с Казанью – на 30%, и Москвой – на 60%, расположенных на той же широте. Минимум осадков приходится на февраль, март – 17 миллиметров. Максимальное значение приходится на июль – 63 миллиметра. Максимальная высота снежного покрова обычно не превышает 80 сантиметров. Климатическая весна в Новосибирске обычно начинается в середине – конце марта. Примерно через три недели начинается разрушение устойчивого снежного покрова. Продолжительность весны составляет 70-75 дней. Она характеризуется обилием солнечного света, неустойчивостью погоды, со средней температурой 6,8 градуса Цельсия. Весенние осадки составляют в среднем 13,8% от годового количества. В апреле выпадает в среднем 24 миллиметра осадков, в мае – 35 миллиметров. Преобладают ветры южного направления – полуясное состояние неба. Климатическое лето начинается обычно 1 июня, а заканчивается в конце августа. Продолжительность лета – примерно 90 дней. Самым теплым летним месяцем является июль – 19,4 градуса Цельсия, он является единственным месяцем, во время которого ни разу не были зафиксированы отрицательные температуры воздуха. Средняя температура лета составляет 17,5 градусов Цельсия. В летний период увеличивается относительная влажность воздуха, достигая в августе 74%. Очень редкие периоды засушливости – в среднем не более пяти дней в июле и не более одного дня в другие месяцы. Летние месяцы характеризуются повышенным количеством осадков – 41,3% от годового количества. Преобладают южные ветры. Климатическая осень наступает в самом конце августа, длится 75-80 дней, заканчиваясь в середине ноября. Средняя температура равна 6,2 градуса Цельсия и сильно падает от месяца к месяцу – от августа к сентябрю на 6 градусов Цельсия, от сентября к октябрю – почти на 8 градусов Цельсия. За осень в среднем выпадает 80 миллиметров осадков в виде дождей и снега. В целом на осень приходится около 28 дождливых дней, с твердыми осадками – 10 дней, смешанными – 7. Преобладают южные, юго-западные и западные ветра. Для конца сентября характерен так называемый период золотой осени или «бабьего лета», когда устанавливается сухая и теплая погода. В этот период в ночные и утренние часы уже прохладно, но дневные температуры достигают 20-25 градусов Цельсия. Климатическая зима в Новосибирске наступает в середине ноября, а заканчивается в середине-конце марта. Длится 120-130 дней. Середина ноября характеризуется образованием устойчивого снежного покрова, который лежит всю зиму. Три центральных зимних месяца – декабрь, февраль, имеют среднюю температуру воздуха около и ниже минус 15 градусов Цельсия, а самый холодный месяц – январь минус 16,5 градусов Цельсия. Пограничные месяцы – ноябрь и март – в два раза теплее. Преобладают южные и юго-западные ветры. Часовой пояс. Новосибирск находится в часовой зоне МСК плюс 4. Смещение применяемого времени относительно UTC составляет плюс 7 часов. В соответствии с применяемым временем и географической долготой средний солнечный полдень в Новосибирске наступает в 13 часов 28 минут. В 1924-1956 годах официальная граница между пятым и шестом часовыми поясами проходила по левобережью Оби на расстоянии около 10 километров от реки и пересекала железную дорогу между бывшими станциями Толмачева, ныне город ТОП – это был пятый пояс, и Кривощокова – шестой пояс. С 1 марта 1957 года граница шестого часового пояса, где применялось время МСК плюс 4, UTC плюс 7, стала проходить по западной границе Новосибирской области. С 23 мая 1993 года Новосибирская область перешла на время МСК плюс 3. В летний период вместо UTC плюс 8 стало действовать время UTC плюс 7, в зимний вместо UTC плюс 7 стало действовать UTC плюс 6. С 27 марта 2011 года по 25 октября 2014 года в Новосибирске постоянно действовало время UTC плюс 7, а с 26 октября 2014 года по 23 июля 2016 года, UTC плюс 6, разница с Москвой составляла 3 часа. 24 июля 2016 года Новосибирская область вернулась в часовую зону МСК плюс 4, UTC плюс 7. Гидрография. Через Новосибирск протекает одна из крупнейших рек мира Обь – типичная равнинная река. Ее ширина в пределах города составляет 750-850 метров, а глубина – до 3 метров и более. Замерзает обычно в ноябре, а вскрывается в начале мая, однако ее водный режим регулируется сбросом воды из водохранилища. Ниже плотины Новосибирской ГЭС зимой наблюдается полынья длиной 20-30 километров. В городской черте наиболее крупный правый приток Оби – река Иня. Другие притоки – Ельцовка 1, Ельцовка 2, Зырянка, Каменка, Ельцовка, Плющиха, Тула, Пашенко – в черте города мелководны и существенно загрязнены. Каменка, протяженностью 24 километра, берет начало в районе поселка Ленинский и на территории Новосибирского района, впадает в Обь в районе старого железнодорожного моста. На территории города река убрана в железобетонный коллектор протяженностью около 5 километров, а ее русло замыто песком. Плющиха, длиной 12 километров, впадает в реку Иня. Ельцовка первая, самая короткая из всех водных объектов города. Ее протяженность – 6,5 километров. Водосборный бассейн полностью расположен в черте города. Тула протекает в левобережной части Новосибирска и является самой загрязненной рекой города. Основные загрязнители – крупнейшие городские предприятия. Ельцовка 2 протекает по территории Калининского – Заельцовского районов в северо-восточной части Новосибирска. С юга к городу примыкает Новосибирское водохранилище – Обское море, созданное в 1957 году. Его площадь составляет 1070 квадратных километров, максимальная ширина – 18 километров, длина – 185 километров, наибольшая глубина – 25 метров. Ледостав и вскрытие водоема наступает на одну-две недели позже, чем на реке Опь. Толщина льда на водохранилище достигает порой 100-150 сантиметров. Летом вода прогревается до 20-23 градусов. Наличие крупной реки, с широкой долиной, рассекающей город на две части, во многом предопределило характер развития и использования территорий и породило проблему связанности частей города. Недостаточное количество мостов и их пропускная способность характеризуют общие состояния неразвитости транспортной инфраструктуры Новосибирска. Символика Герб Герб представляет собой геральдический щит, в скошенном слева зеленом и серебряном поле которого лазоревая левая перевязь, справа окаймленная серебром, и поверх всего – нитевидный пояс, расторгнутый перевязью и сомкнутый присоединенным сверху золотым полукольцом, стилизованное изображение моста через Опь. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти видимых трехконечных зубцах. Щитодержатели – черные соболи с червлеными, красными, языками, серебряными носами, горлами и когтями, уши соболей внутри тоже серебряные. Подножие – волнисто просеченная зеленая, лазоревая и серебряная лента с серебряной нитью, разделяющей зеленью лазурь, посередине на подножии, червленый лук поверх двух черных, с червлеными наконечниками и оперением, опрокинутых стрел. Черно-серебристый тонкий пояс на щите герба символизирует транссибирскую железнодорожную магистраль. Количество зубцов на короне определяет статус населенного пункта, подчеркивая, что Новосибирск – областной центр. Соболя, лук и стрелы заимствованы с исторического герба Сибири. Флаг Флаг города Новосибирска представляет собой полотнище, разделенное по диагонали из правого верхнего в левый нижний угол голубой перевязью с белыми волнами. Левое верхнее поле флага – зеленое. Правое нижнее поле флага – белое. Цвета флага заимствованы из городского герба и означают «зеленое поле – здоровье, природные богатства Сибири, белое поле – чистоту и снега Сибири». Голубая перевязь с белыми волнами – река Обь, на которой стоит город. Отношение ширины флага к его длине составляет 2-3. Кроме того, может использоваться вариант флага – так называемый народный флаг, от официального отличается тем, что в верхнем правом углу располагается городской герб. Административное деление Современный Новосибирск разделяется на 10 административных районов, в которых исторически условно выделяют жилмассивы, микрорайоны и поселки в городской черте. Причем данные условные образования могут одновременно находиться на территории нескольких административных районов, например, Тихий центр находится в Железнодорожном и Центральном районе, а Золотая Нива – в Октябрьском и Дзержинском. Численность населения и площадь административных районов Новосибирска на 2018 год. Генеральный план города В 1938 году была установлена городская черта, в пределах которой площадь города составляла 351,7 квадратного километра, в 1959 году в связи со строительством Академгородка территория города была расширена до 476,9 квадратного километра. Современная территория города складывается из собственно Новосибирска – 492,94 квадратного километра, а также расположенного к северу от города территориально не связанного с основной частью городской территории промышленно-жилого района Пашино площадью 12,68 квадратного километра. Генеральный план Новосибирска до 2030 года предусматривает увеличение территории города до 635,5 квадратных километров. Преимущественными направлениями роста территории города будет юго-западное направление со включением в состав новосибирска поселка Краснообск и ряда сельских территорий, в результате чего левобережные части Кировского района и район Левый Чомы соединятся. Другим главным направлением территориального расширения города будет север, в результате чего территории, в настоящее время отделяющие район Пашино от Новосибирска, войдут в состав города, и Пашино сольется с Новосибирском. Население. Численность населения. Новосибирск является третьим по численности населения городом России. Миллионный житель города родился 2 сентября 1962 года. Новосибирск в 21 веке стал первым из российских городов, после Москвы и Санкт-Петербурга, превысившим полуторамиллионное значение численности населения. За счет маятниковой миграции из пригородов население Новосибирска днем прирастает не менее чем на 100 тысяч человек. Национальный состав. За последние годы численность населения Новосибирска стабильно увеличивается также за счет роста международной миграции с государствами-участниками СНГ, а также роста межрегиональной миграции. Демографические показатели. За последние годы наблюдается стабильное увеличение рождаемости и снижение смертности. Рождаемость 13,2. Смертность – 12,3, браков – 9,6, разводов – 5, на тысячу человек населения. Новосибирск остается центром притяжения мигрантов из Сибири, Казахстана и Средней Азии. Миграционный приток и естественный прирост населения позволили Новосибирску перешагнуть отметку в полтора миллиона человек в Ай-квартале 2012 года. Возрастной состав. Население моложе трудоспособного возраста – 196,8 тысячи чел, 14%. Из них детей в возрасте 1-6 лет – 85,9 тысячи чел, 6,1%. Население трудоспособного возраста – 899 тысяч чел, 63,8 тысячи чел, 63,8%. Население старше трудоспособного возраста – 313,3 тысячи чел, 22,2% – половой состав. Мужчины – 746 тысяч 817 тысяч чел, 45,3%. Женщины – 878 тысяч 814 тысяч чел, 54,7% – у различных национальностей, проживающих в Новосибирске, наблюдаются серьезные отличия в соотношении полов. Так у русских на 100 женщин приходится 81 мужчина, у украинцев – 87, у татар – 86, у немцев – 90. В то же время у узбеков на 100 женщин приходится 360 мужчин, у таджиков – 469, у китайцев – 640, у турок – 2060. Браки и разводы. Количество брачных союзов, заключаемых в 2020 году, выше количества расторгнутых браков. Такую информацию предоставило местное отделение ведомства Росстат. Первый квартал 2020 – на территории области заключено 3188 брачных союзов. Расторгнуто 2019 браков. Следовательно, на 100 браков приходится 63 развода. Такая ситуация прослеживается по Сибири. Информация по районам. Город разделен на 10 административных районов – Дзержинский, Железнодорожный, Зельцовский, Калининский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Советский, Центральный. Внутри районов выделяют жилые массивы, микрорайоны, внутренние поселки. Количество улиц – 1941. Общее число обитателей по районам распределено неравномерно. Самым многочисленным является Ленинский. Проживает 302 803 горожанина. Второе место – Октябрьский, 225 879 жителей. На третьем месте – Калининский, 200 694. Наиболее малонаселенный район – Железнодорожный, насчитывает 64 972 горожанина. Миграция. Вместе с естественным приростом снижается уровень миграционных потоков. В Новосибирске на 2019 насчитывалось 45 503 прибывших. Уехало – 32 454. Миграционный прирост составил 13 049. 2020 – показатели ухудшились. Число прибывших людей составило 24 075, выбывших – 22 039. Прирост составляет 2036. Вопреки положительному значению параметра, очевидно заметное снижение. Значительную часть притока населения обеспечивает внутрирегиональная миграция – миграция граждан-стран-участниц Содружества независимых государств. Прогноз. Анализ полученных данных дает понять, что, очевидно, ситуация существенно благоприятнее, чем в иных регионах Российской Федерации. Однако показатели постепенно падают. Согласно официальным прогнозам Росстата, численность постоянных жителей Сибирского федерального округа будет постоянно увеличиваться до 2021. После начнет убывать. 2031 – ожидается прибавка 15% к количеству постоянных жителей. Главы. Индинок. Иван Иванович, глава администрации, 14 января 1992 года, 5 октября 1993 года. Толоконский. Виктор Александрович, глава администрации, октябрь 1993 года, март 1996 года, мэр, март 1996 года, январь 2000 года. Городецкий, Владимир Филиппович, мэр, 26 марта 2000 года, 9 января 2014 года. Знатков, Владимир Михайлович, и, отец мэра, 10 января 2014 года, 22 апреля 2014 года. Локоть, Анатолий Евгеньевич, мэр, с 23 апреля 2014 года. Новосибирская агломерация. Новосибирская агломерация, седьмая по величине агломерация России, ее население на 2010 год, по оценке правительства РФ, составляло 1 млн 997 тысяч человек, по оценке ученых, население на 2017 год составило 2 млн 84,4 тысячи человек. В зависимости от этапа формирования, агломерацию относят к группе развитых. Новосибирская агломерация является наиболее значимым межрегиональным центром социально-экономического развития и притяжения для всего макрорегиона Сибири. В новосибирскую агломерацию входят города Бердск, Обь, Кольцово, поселок городского типа Краснообск, ближайшие к городу села Новосибирского района, первый пояс. Во второй пояс входит город Искитим, новосибирские районы части смежных сельских районов. Всего на территории агломерации находятся 5 городских округов и 7 муниципальных районов, в состав которых входят 10 городских поселений, 110 сельских поселений, 457 сельских населенных пунктов. Общая площадь агломерации составляет 36,86 тысячи квадратных километров или 21% от площади Новосибирской области. Экономика. Общее состояние Новосибирск является одним из передовых российских городов по развитию экономики. К преимуществам города относят его привлекательность как макрорегионального центра Сибири и постиндустриальный тип развития. Отличительной особенностью экономики города является ее диверсифицированность, отсутствие монополий, активное развитие малого и среднего предпринимательства, наличие многих отраслей хозяйства. После периода сильного экономического спада 1990-х гг. Новосибирск стал крупным перераспределительным центром полутеневого импорта, что привело к росту занятости в малом бизнесе и секторе услуг. В период экономического роста 2000-х ускорилось развитие города, как центра услуг и пищевого импортозамещения. Согласно исследованию экономика географа Натальи Зубаревич, на современном этапе Новосибирск практически утратил промышленную специализацию, развивая взамен сектор услуг, транспорт, логистику и науку. По объему экономики Новосибирск входит в число крупнейших мировых экономических центров, исследовательская организация MC Kinsey Global Institute в 2010 году включила его в список 600 крупнейших городов мира, производящих 60% глобального ВВП. Согласно исследованиям компании, воловой продукт Новосибирска составил 15 миллиардов долларов, 15 тысяч долларов на одного жителя. Согласно исследованию фонда, Институт экономики города, в 2015 году воловой городской продукт новосибирской агломерации составил 50,8 миллиарда международных долларов, третье место по стране, или 21,6 тысячи международных долларов в пересчете на одного жителя агломерации. В рейтинге крупнейших по экономике городов, столиц регионов России за 2015 год, Новосибирск занял 5 место. Воловой городской продукт, ВГП, города составил 748 миллиардов рублей. В расчете на душу населения ВГП составил 483,2 тысячи рублей, 36 место. Город концентрирует более 55% населения Новосибирской области, при этом его вклад в ВРП области составляет более 70%. В Новосибирске сосредоточено большинство крупнейших компаний Новосибирской области во всех секторах экономики, торговли, транспорте и логистики, промышленности, банковском секторе, энергетике, строительстве, информационных технологиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, геологоразведке и ДРЭ. Среднегодовая численность работников организаций составляет 421,2 тысячи человек. По данным Новосибстата по состоянию на 1 июля 2017 года в Новосибирске количество предприятий составило 105 тысяч 105, а индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 47 тысяч 141 человек. По оценке РБК в 2008 году Новосибирск занимал третье место в списке самых привлекательных для бизнеса городов России, в 2007 году, 13 место. Промышленность. Новосибирск является одним из крупнейших промышленных центров Западной Сибири. Для него характерна сверхвысокая концентрация промышленного производства, три четверти всей промышленной продукции Новосибирской области производится в городе. Институт территориального планирования «Урбаника» в 2013 году оценил общий объем промышленного производства города в 158,3 миллиарда рублей, поместив Новосибирск на 43 места в рейтинге промышленных городов России. Основу промышленного сектора города составляют порядка 230 крупных и средних в основном высокотехнологичных предприятий. Ведущими отраслями промышленности являются энергетика, газоснабжение, водоснабжение, металлургия, металлообработка, машиностроение, на их долю приходится 94% всего промышленного производства города. Крупнейшими промышленными компаниями города являются региональные электрические сети, Новосибирский завод химконцентратов, атомная промышленность, сибирская продовольственная компания, комбинат полуфабрикатов, сибирский гурман, компания «Проксима», птицефабрика, октябрьская, КДВ Новосибирск, пищевая промышленность, Новосибирский стрелочный завод, ИЛСИП, НИИ измерительных приборов, Новосибирский завод им, Коминтерна, машиностроение, радиотехника, Новосибирский приборостроительный завод, машиностроение, Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина, черная металлургия, завод, ФЕРУМ, черная металлургия, ВПКОИЛ, СИБИАР, химическая и нефтехимическая промышленность, завод, экран, стекольная промышленность, Газпром Межрегионгаз Новосибирск, распределение и реализация газа. Торговля и услуги. Потребительский рынок вносит существенный вклад в экономику Новосибирска, занимая одно из ведущих мест в ее отраслевой структуре. Торговая сеть города насчитывает более 8,5 тысяч предприятий, в том числе 4,1 тысячи стационарных объектов розничной торговли, 3,2 тысячи мелкорозничных объектов и 9 рынков. Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 1850 квадратных метров на тысячу жителей. Оборот розничной торговли за 2016 год составил 278 365,3 миллиона рублей, Новосибирск является одним из крупнейших в стране центров оптовой торговли. С развитой логистической инфраструктурой, в 12 километрах от города создан промышленно-логистический парк общей площадью 2000 гектаров. Другими крупными компаниями города в области ритейла являются «Восточная техника», «Месотрейдинг», компания «Капитал», «Посуда-центр», «Топливная компания», «Нафтотран С плюс», «ГИБА», «Уралсептрейд», «Сибирский регион», «Металлосервис Сибирь», «ГК», «Обувь России», «ТД», «Минский тракторный завод Сибирь», компания «Колорлон», «Сибпромснап», «Ричфэмили», «ДМС», «СНС Новосибирск», «Новосибирская аптечная сеть», «Парфюм Новосибирск», компания «Электрокомплект Червис», «ДНС Дельта Новосибирск», «Альфа Ритейл Компани», «Сибмедснап», «Новосибирская топливная корпорация», «Агротрак», «Химметалл», «МСВ Новосибирск», «Новый мир», «Мегаторг», «Бастроном», «Газпромнефттерминал», «АСС-Система Комплекс», «Лаки Стар», «Сибтракскан», в 2008 году признан лучшим крупным торговым центром России. Также в Новосибирске находится крупнейший торгово-развлекательный центр за Уралом ТРЦ «Аура», который относится к суперрегиональным торговым центрам, он был построен 18 марта 2011 года, его общая площадь составляет более 150 тысяч квадратных метров, общая сумма инвестиций превышает 150 миллионов евро, ТРЦ построила турецкая компания «Ренессанс Девелопмент». Якорными арендаторами ТРЦ являются гипермаркет «Окей» и кинотеатр «Формула кино» с развлекательным центром «Космик». Помимо «Ауры», в городе к суперрегиональным торговым центрам относятся «Мега» общей площадью 130 тысяч квадратных метров, в качестве якорных арендаторов ТЦ выступают «Икеа», гипермаркеты «Леруа Мерлен» и «Ашан», «Галерея Новосибирск», общей площадью 125 тысяч квадратных метров. В городе действуют многочисленные продовольственные супермаркеты, в том числе сетевые, а также крупные специализированные торговые центры по продаже непродовольственных товаров, мебели, одежды, строительных и отделочных материалов и так далее, крупные торговые центры города, свыше 100 магазинов, по данным электронного справочника 2ГИС, «Большая медведица», «Аура», «Галерея Новосибирск», «Мега», «Роял Парк», «Сибирский Мол», «Версаль», «Континент», «Натраллейный», «Юпитер», «Москва», «Калейдоскоп», «Олимпия», «Сан-Сити», «Европейский», «Наконец 2019 объект не сдан», «Гипермаркеты», «Магнит», «2», «Окей», «2», «Ашан», «3», «Эммы», «Тиаро», «Кэш» и «Кари», «3», «Лента», «7», «Сетевые супермаркеты», «Крупные сети», «Магнит», «Пятерочка», «Ярче», «Мариера», «94», «Сибириада», «23», «Лидер экономии», «18», «Бастроном», «11», «Более 30 автоцентров и автосалонов Новосибирска» представляют все основные автомобильные марки мира, в том числе «Альфа-Ромео», «Бентли», «Инфинити», «Порш» и другие. Транспорт. Новосибирск – крупнейший транспортный узел Сибири, через него проходит Транссибирская магистраль, железные и шоссейные дороги. В Новосибирске расположено управление Западно-Сибирской железной дороги. Новосибирск связывает Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию с европейскими регионами России. Человеческие и торговые потоки в значительной степени способствуют развитию города. Новосибирск является также речным портом. Междугородный и международный транспорт. Водный транспорт. Пересечение водных и наземных путей стало дополнительным фактором роста города. Речной порт находится в непосредственной близости от моста через ОП в железнодорожном районе города. В Новосибирске до 2019 года находилось управление Западно-Сибирского речного пароходства. Навигация на обе состоит из перевозки транзитных грузов на дальнее расстояние и добычи песка. Регулярные пассажирские перевозки осуществляются по маршруту «Новосибирск», «Речной вокзал», «Остров Кудряш», «Ягодная», «Черемушки», «Новая заря», «Бибиха», «Седова заимка». Туристические речные маршруты теперь существуют только до Томска и по морю до Завьялова. Пассажирские суда отправляются от здания Новосибирского речного вокзала, построенного по проекту архитекторов А.А. Воловика, Ю.А. Захарова, М.М. Пирогова и принятого в эксплуатацию в 1974 году. Вследствие произошедшего 7 марта 2003 года сильного пожара часть здания получила сильные повреждения и была признана не подлежащей восстановлению. После проведенной реконструкции здания речного вокзала стало использоваться как обычный бизнес-центр, а билетные кассы были размещены непосредственно на прилегающем причале. Железнодорожный транспорт. Новосибирск является крупным железнодорожным узлом. Своим рождением он обязан строительству Транссибирской магистрали в 1893 году. Сегодня, кроме Транссиба, в Новосибирске сходятся железные дороги Алтайского, Турксиб, движение открыто в 1913 году, и Кузбасково, построено в 1930 г.г. направлении. На территории Новосибирска находятся два железнодорожных моста через реку Опь. Первый железнодорожный мост через Опь. Кимовский железнодорожный мост также существует железнодорожный мост через реку Иня. На территории города находятся семь крупных железнодорожных станций, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки. Вокзал Новосибирск-Главный. Вокзал Новосибирск-Южный. Вокзал Новосибирск-Западный. Вокзал Новосибирск-Восточный. Станция Инская. Станция Сибирская. Станция Сеятель. Также в черте города находятся несколько грузовых станций и пассажирских остановочных пунктов. В непосредственной близости от города находятся также же станции Иня Восточная и Речкуновка. Железнодорожный вокзал станции Новосибирск главный, один из самых крупных в стране и является архитектурной достопримечательностью города. Согласно замыслу авторов проекта, его здание воспроизводит форму старинного паровоза. Сеть остановочных платформ пригородных поездов насчитывает свыше четырех десятков в городе и ближайших пригородах, в том числе фактически неиспользуемые Чемской и 13 километров. Электропоезды отправляются от станции Новосибирск главный по пяти направлениям. Южная, через Новосибирск Южный, Сибирскую, Сеятель, Добердска, Черепанова, Искитима, Ложка. Западная, через Новосибирск Западный, Обь, Дочулымской, Коченева, Каргата, Чика, Дуплинской. Восточная, через Новосибирск Восточный, Иню Восточную, Домашкова, Болотный, Аяша. Кузбассской, через Новосибирск Южный, Инскую, Крахаль, до Тогучина, Курундуса, Из Инского. Сокурской, через Новосибирск Южный, Инскую, Сокур, до Сокура, Жеребцова, Издревой, последние два направления в черте города полностью дублируют друг друга. Имеется неиспользуемая с 2005 года ветка в Красный Яр, с ответвлением в Пашино и ветка в поселок Криводановка. Также имеется ряд грузовых веток, обслуживающих крупные промышленные предприятия, наиболее протяженными из которых является ответвление на 15 центральный авторемонтный завод, заводы, Север, Экран, Новосибирский приборостроительный. По состоянию на 2017 год платформы принимают от четырех, на Жеребцовской ветке, до пятнадцати, на южном направлении, пар электропоездов в день. Существует проект организации городской электрички от станции Инская до станции Новосибирск, главной через левобережные районы Новосибирска, используя действующие станции Чемской и Клещиха для улучшения транспортного обслуживания новопостроенных жилмассивов. До девяностых годов прошлого века это направление использовалось для пассажирских перевозок по маршруту ОП, Инская, издревая, но в связи с неправильным графиком движения и упадком работы промышленных предприятий пассажирское движение было отменено, а платформы ликвидированы. Автомобильный транспорт Автомобильные шоссе идут из города в шести направлениях. Омск, Петропавловск, Челябинск, Федеральная трасса Р-254. Колывань, Томск, Колпашево, 50 Кельвин 12. Томск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Федеральная трасса, Сибирь, Р-255. Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, 50 Кельвин 19. Барнаул, Бийск, Горноалтайск, Чуйский тракт Р-256. Ордынская, Камень-наоби, Павлодар, 50 Кельвин 17. В городе имеется три автомобильных моста через ОП, Димитровский, Октябрьский, Бугринский. Дополнительная переправа через плотину ОПГЭС. Ведется строительство четвертого моста в створе улицы Подромской и Станционной. В Новосибирском районе у поселка Мочище находится Северный мост через ОП. Он используется транзитным транспортом и жителями Новосибирска для выезда из города. В черте города расположены два крупных автомобильных моста через реку Иня. Транспортная ситуация Новосибирска осложнена нехваткой мостов, путепроводов над железными дорогами, многоуровневых транспортных развязок и объездных путей для транзитного транспорта. До 1991 года многоуровневые развязки были построены только на подходах к возведенным к тому времени мостам через ОП, но только на правом берегу. При строительстве Ипподромской магистрали в разных уровнях были сделаны ее пересечения с основными улицами. На всех этих развязках используются светофоры в силу перегрузки транспортом или несовершенства их организации. В конце 2000-х годов построены две развязки на Бердском шоссе вблизи моста через реку Иня. Они обеспечили легкий поворот в Первомайский район и на ключ Камышинское плато. В начале 2010-х годов достроена эстакада – дублер Красного проспекта над площадью, получивший имя инженера Будагова. Построенная эстакада никоим образом не решила проблемы пробок на названной площади. В 2014 году вместе с Бугринским мостом введены развязки, подключающие мост к улицам Ватутина и Большевистской. Остальные развязки находятся за границами города или построены для обеспечения подъезда к торговым центрам. Город рассечен крупными железными дорогами, но на пересечениях с железнодорожными путями построено недостаточно путепроводов. Основные шоссе проходят вдоль промзоны и имеют множество одноуровневых переездов, в том числе и оборудованных шлагбаумом. Станционная улица пересечена железными дорогами в пяти местах, направление Богдана-Хмельницкого Тайгинское восточное шоссе также имеет пять переездов. Сильные пробки образуются на въезде в город по улице Кедровая в месте пересечения ее веткой к карьеру – Мачище. В Ленинском районе затруднено пересечение автотранспортом пассажирского хода Транссибирской магистрали, два пересечения одноуровневые – бетонный переезд и порт Артурский переезд, а тоннель под путями на площадь Труда перегружен. На правом берегу в похожей ситуации оказывается Первомайский район, первый въезд в район узкий, извилистый, и зажат между берегом Ини и платформами станции Иня Южная, второй въезд по улице Адоевского выполнен в одном уровне с железной дорогой – Матвеевский переезд. Все переезды через крупные железные дороги находятся вблизи крупнейших городских магистралей – Широкой улицы и Бердского шоссе. В момент закрытия переездов очереди из автомобилей собираются на магистралях, что провоцирует пробки. Два пересечения Алтайской ветви и одно пересечение Транссибирской магистрали проложены по берегу реки под железнодорожным мостом с образованием петли на дороге. Такое пересечение в районе Хилокской и Троллейной улиц, проходя под мостом через речку Тула, имеет в народе название «Тещин язык» и известно высоким уровнем аварийности. Обходные пути города для транзитного транспорта построены только на северной окраине города. Северный обход города, протянувшийся от села Прокутска и до села Сокур, включающий в себя северный мост через Обь, позволяет объехать Новосибирск при следовании транзитом из Омска в Кемерово и обратно. При движении по другим направлениям транзитный транспорт следует по городским улицам. При совпадении пиковых часов и снегопада груженые автопоезда не могут на низкой скорости преодолеть подъемы, буксуют и создают пробки. Восточный обход, который запланирован от станции Мочище, от примыкания к северному обходу, до города Искитима, где он примкнет к Чуйскому тракту, строится в настоящее время. Строительство юго-западного транзита запланировано после завершения восточного обхода. Согласно проекту, это будет внутригородская магистраль, которая станет развитием подходов к Бугринскому мосту в обе стороны. Она пройдет от улицы Хилокской по пойме реки Тулы, а после Бугринского моста пересечет улица Большевистскую, железную дорогу, улица Кирова, дойдет до ключ Камышинского плато и там соединится с восточным обходом. С 1964 года в центре города, в начале Красного проспекта, действовал единственный в городе автовокзал, который в 2006 году задумали перестроить, но реконструкцию так и не удалось завершить в течение 15 лет. Во втором десятилетии 21 века изменена концепция междугороднего автобусного сообщения в Новосибирске. Вместо одного автовокзала в центре города запланировано открытие автовокзалов в транспортно-пересадочных узлах и на окраинах города со стабильной транспортной связью между собой и с центром города. Организованы автостанции «Юго-Западная» на улице Станиславского, Хилокская на Хилокской улице и «ЖД-вокзал главный» на площади Гарина Михайловского. На автостанциях организована продажа билетов, посадка и высадка пассажиров, вывешены расписания пригородных и городских проходящих рядом автобусов, организованы залы ожидания в защищенных от непогоды помещениях. От автовокзалов они отличаются размерами, отсутствием некоторых сервисов и тем, что не формируют собственных рейсов, все автобусы либо следуют транзитом, либо после отправления обязательно заходят на автовокзал. Постепенно некоторые из этих станций будут заменены капитальными автовокзалами. Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе, получивший название «Главный», открыт 21 декабря 2019 года. Старый автовокзал, проработав три месяца как автостанция, окончательно закрыт 6 апреля 2020 года. Авиационный транспорт. Новосибирск обслуживает международный аэропорт Толмачево, крупнейший по пассажиропотоку в азиатской части России. Аэропорт находится на пересечении большого числа воздушных линий, идущих из Юго-Восточной Азии в Европу и из Северной Америки в Азию. До 2011 года действовал еще один аэропорт, Новосибирск-Северный, находившийся в черте города. В августе 2008 года в аэропорту прошел Ай-Чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52. Городской общественный транспорт. В 2018 году в Новосибирске действует четыре троллейбусных и два трамвайных депо. Все объединены в МКП, Горэлектротранспорт, два муниципальных предприятия пассажирского автотранспорта, множество частных автотранспортных предприятий и одно предприятие, осуществляющее речные пассажирские перевозки в пределах городской черты. Протяженность линий трамвая составляет 165 километров, троллейбуса – 267 километров. По официальным данным, в городе действует 11 трамвайных и 14 троллейбусных маршрутов. Интересно, что после снятия в 1992 году рельсов с коммунального моста Левобережная и Правобережная сети трамвая не сообщаются между собой. В 2006 году объемы перевозок новосибирского городского транспорта составили около 430 миллионов пассажиров, из них. Метрополитен – 70 миллионов пассажиров. Наземный муниципальный транспорт – 192 миллиона пассажиров, в том числе трамвай – около 45 миллионов. Немуниципальный автобусный транспорт – 168 миллионов пассажиров. Автобус. Автобус действует в городе с июля 1923 года. Трамвай. Трамвай действует в городе с 26 ноября 1934 года. В настоящее время в Новосибирске действуют 11 маршрутов трамвая, которые обслуживаются двумя депо – Левобережным, до объединения в 2000 году – Ленинское депо и Кировское депо, и Правобережным, до объединения в 2001 году – Дзержинское депо и Октябрьское депо. Троллейбус. Троллейбус действует в городе с 6 ноября 1957 года. С 1984 года началась эксплуатация троллейбусных поездов из двух машин ЗИУ-682, работающих по системе Владимира Виклича. После Ленинграда Новосибирск стал вторым в СССР городом по количеству используемых поездов из троллейбусов ЗИУ-682. Речной трамвай. В Новосибирске в период навигации работает речной трамвай. В настоящее время действуют два маршрута речного трамвая – речной вокзал, аквапарк, речной вокзал, Бугринский пляж, остров Кораблик. Период навигации, как правило, открывается в конце апреля или в начале мая и закрывается в конце сентября или в начале октября. Маршруты выполняются на речных судах типа «Москва». Метрополитен. Новосибирск – первый и пока единственный город в Сибири, в котором был пущен метрополитен, 28 декабря 1985 года. В настоящее время работают две его линии, состоящие из 13 станций. Знаменит крытый новосибирский метромост через Обь, длина которого вместе с береговыми эстакадами превышает 2 километра, что является мировым рекордом. 7 октября 2010 года открыта 13-я по счету станция «Золотая Нива». Такси. Службы сервиса такси перевозят пассажиров по Новосибирску и его пригородам. На 2021 год перевозки осуществляют как местные, так и федеральные, и даже международные операторы. Новосибирское такси представлено компанией «Гранд Авто». Конкуренцию им составляют агрегаторы «Яндекс.Го», «Убер», «Джет», «Ситимобил», «Такси», «ВКонтакт», «Индривер». Перевозки осуществляются преимущественно на автомобилях зарубежного производства, не старше 1997 года. Средства индивидуальной мобильности. Новый вид общественного городского транспорта, появившийся в Новосибирске сравнительно недавно. Операторы предоставляют в аренду как автомобили, так и электросамокаты. При этом для использования электросамокатов водительские права не требуются. Службы проката автомобилей представлены сервисами «Дилимобиль» и «Карс-7», службы проката самокатов сервисами «УУШ» и «Ерент». Связь. В городе работают все операторы сотовой связи стандарта 2G, 3G, 4G. ПАО – мобильные телесистемы. ПАО – вымпел коммуникации. ПАО – мегафон, включая виртуального оператора Йота. ПАО – Ростелеком, в лице дочерней компании ООО «Т2 РТК Холдинг», с сохранением торгового бренда «Тел-2». Наука и образование Всемирную известность Новосибирску принес Академгородок, Новосибирский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, на территории которого расположены десятки научно-исследовательских институтов, Новосибирский государственный университет, физико-математическая школа НГУ, Высший колледж информатики НГУ. Недалеко от Новосибирска, в Наукограде Кольцова находится Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В поселке Краснообск расположено Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук. Всего в Новосибирске 28 высших учебных заведений, 13 университетов, 3 академии, 12 институтов, в том числе, имеются филиалы вузов других городов России, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска. Самым крупным вузом является Новосибирский государственный технический университет, НГТУ, в котором обучается более 13000 студентов. Университеты. НГУ – Новосибирский государственный университет. НГТУ – Новосибирский государственный технический университет. НГУЭУ – Новосибирский государственный университет экономики и управления. НГАУ – Новосибирский государственный аграрный университет. НГУАДИ – Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, бывш. НГАХА. НГАСУ – Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, СЕПСТРИН. НГМУ – Новосибирский государственный медицинский университет. НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет. СГУВТ – Сибирский государственный университет водного транспорта. СГУГИТ – Сибирский государственный университет геосистем и технологий СГУПЭС – Сибирский государственный университет путей сообщения СИПГУТИ – Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики СИПУПК – Сибирский университет потребительской кооперации Академии НГК – Новосибирская государственная консерватория ИМ, М. Иглинки НФРАП – Новосибирский филиал Российской академии предпринимательства СИБАГОС – Сибирская академия государственной службы Институты Новосибирская духовная семинария Новосибирский военный институт войск Национальной гвардии Российской Федерации Новосибирский государственный театральный институт Новосибирский институт ФСБ России Новосибирский институт экономики и менеджмента Новосибирский институт экономики, психологии и права Новосибирское и высшее военное командное училище Министерства обороны Российской Федерации Сибирский институт международных отношений и регионоведения Новосибирский юридический институт Томского государственного университета, филиал Новосибирский филиал Томского экономико-юридического института Новосибирский филиал Санкт-Петербургского государственного университета экономики и управления. Новосибирский технологический институт, филиал Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, технологии. Дизайн. Искусство. Помимо этого в городе имеются 30 училищ, 22 колледжа, 12 техникумов. Культура. Театры. Одной из культурных достопримечательностей Новосибирска являются театры, среди которых наиболее известным считается оперный театр, ставший одним из символов Новосибирска. Его здание строилось с 1930-х годов, закончено в 1945 году и является крупнейшим в России. В 2004-2005 годах он прошел масштабную реконструкцию. Перечень театров города. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Новосибирский государственный драматический театр, Старый дом. Новосибирский академический молодежный театр, Глобус. Новосибирский государственный академический драматический театр, Красный факел. Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. Новосибирский городской драматический театр, на левом берегу. Новосибирский театр музыкальной комедии. Новосибирский областной театр кукол. Филармонии. Новосибирская государственная филармония использует два основных зала. Государственный концертный зал имени Арнольда Катца. Камерный зал филармонии, дом Ленина, филармония также дает концерты в Доме ученых Новосибирского академгородка и ряде дворцов культуры. Фестивали. В Новосибирске ежегодно проходит большое количество фестивалей. Некоторые из них. Белое пятно, фестиваль фантастики. Межвузовский поэтический фестиваль, сверхновое чудо, с 2008 года. Бьеннале графики. Встречи в Сибири, фестиваль документального кино, ежегодный. Жар птица, фестиваль детского мультипликационного кино, ежегодный. Золотая капитель, фестиваль архитектуры и дизайна, проходит два раза в год в декабре, январе и июне, июля. Идея, фестиваль рекламы, ежегодный. На ступенях, фестиваль коллективов Новосибирской областной филармонии, ежегодный. Покровская осень, фестиваль русской музыки, ежегодный. Рождественский фестиваль искусств, проходит один раз в два года в декабре. Фестиваль фортепианной музыки памяти Веры Лотар-Шевченко, ежегодный. Экстримум, ежегодный фестиваль. Проходит в октябре с 2001 года. Знаки, фестиваль молодежных субкультур. Анима Селтика, фестиваль кельтской музыки и танцев, один раз в два года, летом. День правды, ежегодный. Фестиваль снежных фигур в Новосибирске. Живая вода, фестиваль этнических культур, в Новосибирске с 2010 года. Три вороны, международный фестиваль уличных театров, с 2009 года. Международный молодежный инновационный форум Интерра, Интерра. Межрегиональный фестиваль светового шоу, Сибирское сияние, с 2012 года. Сибирский фестиваль татарской молодежи, с 2008 года. Сибирский фестиваль родной культуры, родники, с 2013 года. Международный джазовый фестиваль S.I.B. Jazz Fest. Сибирский астрономический форум, Себастра, с 2006 года. В сентябре, с 16 по 21 мая 2008 года в городе Новосибирске прошли 7 молодежные дельфийские игры России, в семье «Наше будущее», посвященные году семьи. Игры были проведены Национальным дельфийским советом России под патронатом Международного дельфийского комитета. 12-е молодежные дельфийские игры России состоялись в Новосибирске с 16 по 21 мая 2013 года. В рамках культурного проекта «Дельфийский Новосибирск-2013» впервые параллельно прошли молодежные дельфийские игры России и восьмые открытые молодежные дельфийские игры государств-участников СНГ. Игры прошли под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Кинотеатры В городе более 20 действующих кинотеатров, старейшими из которых являются кинотеатры М.В. Маяковского, 1923 год, ранее назывался «Раскино» и «Совкино», «Победа», 1926 год, «Пролеткино» и «Октябрь», «Аврора», «Горизонт». Имеются залы с поддержкой стереофильмов. В городе работает кинотеатр, «Синема-парк», с залом IMAX и IMAX 3D, а также кинотеатры с поддержкой технологии 4D. Планетарии В городе действуют два планетария. Учебно-научный центр «Планетарий» при Сибирском государственном университете геосистем и технологий. Большой новосибирский планетарий на ключ Камышинском плато, открывшийся в 2012 году. Зоопарк К культурным достопримечательностям города можно отнести новосибирский зоопарк, расположенный на территории Зоэльцовского лесопарка. Расположение на территории Соснового бора является уникальным случаем среди всех зоопарков мира. В нем содержится около 10 тысяч особей и 702 видов животных. Более 300 видов занесены в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Новосибирской области. Животные содержатся в просторных вольерах и часто дают потомство. В зоопарке собрана одна из богатейших в мире коллекций кошачьих и куницеобразных. Некоторые виды – аргали, львиный тамарин, такин и некоторые другие – не содержатся больше ни в одном из зоопарков России и СНГ. Особей кавказского леопарда нет ни в одном зоопарке мира, кроме новосибирского. Отдельно следует сказать о легре, редком гибриде льва и тигрицы. Музеи. Новосибирский государственный художественный музей, учрежден в 1957 году, ранее Новосибирская картинная галерея, содержит обширное собрание живописи, графики, иконописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и литья. Новосибирский государственный краеведческий музей, основан в 1920 году, имеет две экспозиции – историческую, адрес, Красный проспект, 23, и природовеческую, адрес, вокзальная магистраль, 11. Историческая экспозиция находится в самом центре Новосибирска и занимает одно из старейших зданий города. Здесь размещены подлинные археологические и этнографические предметы, иллюстрирующие быт коренных народов Сибири и русского старожильческого населения, отдельный зал посвящен истории города Новониколаевска, Новосибирска. В отделе природы музея собраны коллекции минералов, фауны и флоры Новосибирской области. В экспозиции представлен уникальный экспонат – полный скелет мамонта, найденный в Кочаневском районе Новосибирской области. Музей казачьей славы открылся в Новосибирске 17 августа 2007 года. В экспозиции представлены элементы казачьего быта и уклада – традиционная казачья войсковая амуниция, одежда и вооружение, фотодокументы о деятельности казачества, исторические казачьи награды и награды воинов, погибших в локальных войнах. Новосибирский музей железнодорожной техники ИМ, Н.А. Кулинина, расположен между станцией и сеятель железной дороги Новосибирск, Бердск и Бердским шоссе, ведущим от центра Новосибирска к Академгородку, и относится к западно-сибирской железной дороге. В музее собрана большая коллекция паровозов, тепловозов, электровозов и вагонов, в основном работавших на железных дорогах Западной Сибири. Кроме того, в коллекции музея есть автомобильная часть, имеются советские легковые автомобили «ГАЗ», «Москвич», за с разных лет выпуска, а также несколько грузовиков, тракторов и вездеходов. Музей «Сибирская береста» был открыт 27 июня 2002 года в памятнике архитектуры, расположенном по адресу, улице М. Горького, 16. Авторские работы из бересты современных сибирских художников и мастеров украшают интерьер старого дома. Музей Н.К. Рериха, здание сдано в эксплуатацию и торжественно открыто 7 октября 2007 года с водружением Знамени Мира, накануне Дня Сергия Радонежского 8 октября и Дня культуры, Дня рождения Н.К. Рериха, 9 октября. На территории музея установлена арка с колоколом мира. Музей Солнца, официально зарегистрирован в 2000 году, фактически функционирует с 1994 года. В экспозиции – иллюстрации этнических традиций изображения Солнца и Солнечной системы, изображения богов и символов Солнца в наскальных рисунках древних народов, оригинальные изделия мастеров прикладного творчества, посвященные солярной тематике. Историко-архитектурный музей под открытым небом, в музее представлены уникальные памятники деревянного зодчества и культуры Сибири. Сибирская мемориальная картинная галерея – художественно-мемориальный музей в городе Новосибирске. Тематика музея посвящена подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, 1941-1945. Музей ретротехники, расположен в начале Мачищенского шоссе, открылся в 2020 году. В экспозиции представлено порядка 60 единиц техники, включая военные образцы. Центральное место на площадке музея занимает воссозданный по оригинальным заводским чертежам – Руссо Балт, с фигуркой двуглавого орла на капоте. По словам создателя музея Владимира Курдюмова, оригинальных машин этой марки сохранилось всего две, одна находится в Санкт-Петербургском политехническом музее, вторая – в Риге, где и производился автомобиль. Библиотеки В городе действует 81 библиотека, в том числе Государственная публичная научно-техническая библиотека Саран, ГПНТБ, крупнейшая по книжному фонду библиотека Азиатской части России, одна из крупнейших в мире. Новосибирская государственная областная научная библиотека, НГУНБ Новосибирская областная детская библиотека им. АМ Горького, НОДБ им. АМ Горького Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, НОСБ Новосибирская областная юношеская библиотека Достопримечательности Новосибирский академгородок Улица Богдана Хмельницкого Красный проспект Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, первое представление состоялось 12 мая 1945 года, Крупнейшее театральное здание России, памятник федерального значения, символ города Вокзал железнодорожной станции, Новосибирск главный, принят в эксплуатацию в 1939 году, здание которого по форме напоминает мчащийся на восток зеленый паровоз Собор Александра Невского, первое каменное здание города, освященное спустя всего 6 лет после возникновения поселения Около собора начинается главная улица Новосибирска, Красный проспект Городской торговый корпус, ныне Новосибирский областной краеведческий музей, строительство окончено в 1911 году, памятник архитектуры федерального значения Вместе со зданиями Госбанка, гостиницы, Центральная, Мэрии, Архитектурной академии, Облпотребсоюза и театром оперы и балета составляют ансамбль главной площади города, площади Ленина Стоквартирный дом, строительство окончено в 1937 году, жилой дом, построенный по проекту знаменитого архитектора А.Д. Крячкова, памятник архитектуры федерального значения Дом М.В. и Ленина, ныне Новосибирская филармония, строительство окончено в 1925 году, построен в памяти руководителя Октябрьской революции 1917 года Для реализации этого проекта были выпущены открытки с изображением первоначального варианта здания, которые народ прозвал «кирпичиками», стоимость одной открытки составляла 10 копеек, стоимость одного кирпича в то время Открытки были раскуплены людьми в кратчайшие сроки Здание коммерческого собрания, реконструировано в театр «Красный факел» – памятник архитектуры, первоначально построенный в 1914 году по проекту А.Д. Крячкова Кварталы исторической дореволюционной застройки «Тихий центр» в железнодорожном районе Новосибирский музей железнодорожной техники В музее собрана большая коллекция паровозов, тепловозов, электровозов и вагонов, а также советские легковые автомобили Общая протяженность выставочных площадок составляет около 3 километров Паровоз-памятник ФД-21-3000 Ньютона-Фалунина, установленный в память о новаторе железнодорожного транспорта Новосибирский метромост через реку Обь, являющийся самым длинным крытым метромостом в мире, длина 2145 метров Новосибирское водохранилище, Обское море, заполнено в 1957-1959 годах, популярное место отдыха и проведения различных соревнований Общая площадь 1082 квадратных километров Новосибирский зоопарк, обладающий коллекцией более чем в 700-й год видов животных, почти 11 тысяч особей на 1 января 2012 года Центральный сибирский ботанический сад, крупнейший в азиатской части России, площадь более 1000 гектаров Детская железная дорога протяженностью более 5 километров, расположенная в Заельцовском Бору и имеющая 5 станций Музей Солнца, единственный в России музей, посвященный знаком и символам Солнца Памятник Александру Третьему в парке «Городское начало» на берегу реки Обь На открытии присутствовал проправнук императора гражданин Дании Павел Куликовский Пролет первого железнодорожного моста через Р. Обь в парке «Городское начало» Памятник Владимиру Ильичу Ленину на площади им «Ленина» Открыт 5 ноября 1970 года города Бронза Входит в число объектов культурного наследия федерального значения Многофигурная композиция, справа от памятника В. Ленину три фигуры, рабочий, солдат и крестьянин, символизируют движущие силы революции Слева, фигуры юноши с факелом и девушки, несущей колосья, отражают преемственность поколений Скульпторы И. Ф. Бродский, архитекторы И. Г. Покровский, С. П. Скобликов, Г. Н. Бурханов Первый в СССР памятник служебной собаке В границах железнодорожной станции Инская в 1983 году установлен памятник псу Антею, на педестале которого написано «Антею, верному другу в борьбе за сохранность социалистической собственности» в 1968-1980 г. Г. С его помощью задержано более 100 преступников и раскрыто 62 преступления Антеи служил со своим проводником и Литвиновым в военизированной охране МПС СССР Во время задержаний пес не раз спасал жизнь своему проводнику Памятник Ростиславу Шила Установлен на площадке у Лебединого озера Новосибирского зоопарка в августе 2017 года Памятник труженикам тыла, открыт в 2015 году Религия Православие Николай Ермолов и Иннокентий Кикин – Новосибирские новомученики Вознесенский собор – Кафедральный собор Новосибирской и Бердской епархии Собор Александра Невского – одно из первых каменных строений в городе Часовня во имя святителя и чудотворца Николая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Храм святого мученика Евгения – подворье женского монастыря во имя архистратига Михаила Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона Церковь в честь иконы Божьей Матери – знамение Абалатская – улица Учительская Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного – улица Тюленина Успенская церковь в Березовой роще Храм Михаила Архангела – улица Большевистская Храм во имя царя Страстотерпца Николая Второго – улица Никитина Храм во имя преподобной Евфросинии Полоцкой – восточный жилмассив Домовый храм НВ и МВД во имя равноапостольного князя Владимира Троицкий собор Мужской монастырь в честь святых новомучеников российских Храм во имя всех святых Храм во имя преподобного Серафима Саровского – у монумента славы Успенская церковь на Затулинском жилмассиве Храм во имя казанской иконы Божьей Матери – Краснообск Храм во имя всех святых – в земле российской просиявших – в новосибирском академгородке Храм Рождества Пресвятой Богородицы Благовещенская церковь на Шлюзе Никольская церковь в Нижней Ельцовке Мужской монастырь во имя Иоанна Предтечи – Обгес Храм во имя святителя Митрофана Воронежского – Матвеевка Храм во имя казанской иконы Божьей Матери – КСМ Другие конфессии Старообрядческий собор Рождества Пресвятые Богородицы – Кафедральный собор Новосибирской и всея Сибири епархии Русской Православной Старообрядческой церкви Собор Преображения Господня – Собор Католической церкви Молитвенный дом христиан веры евангельской на улице Ленинградской Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов на улице Каменской – построен в 1924 году Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов на улице Солнечная – построен в 1961 году Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов на улице Серафимовича – построен в 1988 году Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов на улице Пестеля, построен в 1991 году. Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов, преображение, на улице Океанской. Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов, на улице Севастопольской. Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов, на улице Бронный переулок. Церковь завета христиан-веры евангельской, ДК, Прогресс. Церковь – Часовня на Голгофе. Мечеть – Местная религиозная организация мусульман города Новосибирска. Мечеть – Местная религиозная организация мусульман города Новосибирска Азиатской части России. Синагога при Новосибирском еврейском общинном культурном центре, Щетинкино, 68. Ринчин-Датсан – Буддийский храм в Новосибирске. Восточно-Российская союзная миссия Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Лесная поляна, 46. Кладбище. В Новосибирске действует восемь кладбищ – Гусенобродская, Заельцовская, Инская, Каменская, Клещихинская, Чемская, Северная, Южная, а также два крематория. Заельцовское кладбище, располагающееся в северной части города Умачищенского шоссе, относится к крупнейшим в городе – около 360 тысяч могил. Оно – одно из самых старых в Новосибирске. Среди похороненных на кладбище – один из основателей Новосибирской НМ Тихомиров, артист-баянист и гармонист Г.Д. Заволокин, митрополит новосибирский Никифор, Асташевский, сестра Эма Булгакова, В.А. Булгакова, музыковед и Салертинский, поэт Татьяна Снежина, впоследствии перезахоронена на Троекуровском кладбище в Москве, участник парижской коммуны Олежин, впоследствии перезахоронен у стены коммунаров в Париже, рок-певица и поэтесса Янка Дягилева и другие. Клещехинское кладбище открыто в 1952 году, занимает площадь 120 гектаров. В 2001 году здесь была построена церковь иконы «Утали моя печали» в стиле московских храмов XVII века. В 2009 году была возведена 13-метровая колумбарная стена с 280 нишами. На кладбище похоронен один из самых известных жителей Новосибирска, герой Советского Союза В.Г. Крикун. Здесь же находятся могилы известной русской актрисы Екатерины Савиновой и советского рок-музыканта Дмитрия Селиванова. Южное, Чербузинское кладбище находится в Академгородке, улица Арбузова. Известно тем, что здесь похоронены выдающиеся ученые, создатель сибирского отделения РАН Академик М.А. Лаврентьев, Академики В.А. Коптюк, М.М. Лаврентьев, Г.И. Буткер, А.А. Трофимук, Н.Н. Яненко, В.Н. Монахов, Лауреат Ленинской премии, кардиохирург Е.Н. Мишалкин и Д.Р. А кроме того, известная пианистка В.А. Лотар Шевченко, музыкант и поэт Сергей Фалетенок. СМИ. В Новосибирске работают региональные представительства трех крупнейших российских информационных агентств – РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс». Среди региональных деловых изданий города – еженедельная газета «Континент Сибирь», до 2001 года – «Коммерсант Сибирь». Телевидение. 10 июля 1957 года состоялась первая опытная передача новосибирской студии телевидения, в настоящее время – ГТРК, Новосибирск, филиал в ГУП, ВГТРК. Регулярное вещание было начато 7 августа 1957 года. В 1959 году появилась первая передвижная телевизионная станция – ПТС. С ноября 1967 года телезрители Новосибирска получили возможность смотреть в цвете передачи центрального телевидения. С появлением в 1975 году новой ПТС цветными стали и местные передачи. 1 августа 1991 года начала вещание телевизионная станция – МИР, первая новосибирская негосударственная телекомпания. В 2000-е новосибирское телевидение пришло в упадок, в 2005 году были закрыты два негосударственных телеканала НТН-4 и НТН-12, телекомпании стали заключать договоры с московскими телеканалами на ретрансляцию их сигнала с небольшими местными вставками и рекламой. Значительно сократилось время собственного вещания ГТРК «Новосибирск», после включения ее в состав ВГУП ВГТРК. В настоящее время собственное вещание в Новосибирске ведут телеканал «Отес», НСК-49, «Домашний», а также «Телесиб» и «Регион ТВ», «Последние два», на частоте канала «ТВ-3». Радио. 9 сентября 1926 года в Новосибирске впервые в Сибири вышел в эфир первый радиовещательный передатчик «РВ-6» мощностью 4 кВт. В 1931 году на Инском разъезде, в 7 километрах от города, была построена третья на тот момент по мощности, после Московской и Калпинской, радиостанция «РВ-76» на 100 кВт. В 1956 году было начато вещание в Каво-диапазоне на радиостанции номер 5, расположенной в Кировском районе Новосибирска. С 1960 до 1990 годов в Новосибирске ВУКа в эдиапазоне было всего два передатчика, 67,88 МГц, первая программа всесоюзного радио с передачами новосибирского радио и 69,26 МГц, радио «Маяк», где велось стереовещание программ новосибирского радио с 17 до 22 часов. В ДВ-диапазоне на частоте 270 кГц дублировались первая программа всесоюзного радио с передачами новосибирского радио. В СВ-диапазоне работали передатчики 576 кГц, радио «Маяк», 675 кГц, радио «Юность» и 1287 кГц, третья программа всесоюзного радио. Также, в Новосибирске была создана трехканальная проводная радиотрансляционная сеть, которая работает до сих пор, несмотря на устаревшее оборудование. Ретранслирует «Радио России», «Маяк» и «Радио 54». С начала 1990-х годов ДВ и СВ-диапазоны пришли в упадок и началось активное освоение УКВ-диапазона. В настоящее время их в основном занимают московские радиостанции, но есть и местные вещатели. Городская волна, радио «Юнитон». Также есть свои радиоканалы, это «Городская волна» на частоте 101,4 фм и «Радио 54» на частоте 106,2 фм. С начала 1990-х годов ДВ и СВ-диапазоны пришли в упадок и началось активное освоение УКВ-диапазона. В настоящее время их в основном занимают московские радиостанции, но есть и местные вещатели, это «Городская волна» на частоте 101,4 фм, радио «54» на частоте 106,2 фм, радио «Юнитон» на частоте 100,7 фм. В Новосибирской области действуют районные частоты «Радио 54» и «Радио России», ГТРК, Новосибирск. В некоторых районах еще сохраняются маломощные радиопередатчики ВУКВ-диапазоны 65-74 МГц, но РТРС постепенно переводит все радиовещание в диапазон 87-108 МГц. До 2014 года в Новосибирске на частоте 171 кГц, принимается «Радио России» плюс «Томское радио». Передатчик установлен там же, где и 270, 576 и 1026 кГц, в «П». Радуга Машковского района Новосибирской области. Все передатчики, работающие в диапазонах ДВ, СВ и УКВ-65-74 МГц, отключены. Радиостанции, вещающие в городе. 92,8 фм, радио 7 на 7 холмах. 93,2 фм, радио «Книга». 93,8 фм, радио «Маяк». 94,2 фм, лав-радио. 94,6 фм, радио «Вера». 95 фм, радио «Мир». 95,4 фм, наше радио. 95,8 фм, детское радио. 96,2 фм, русское радио. 96,6 фм, серебряный дождь. 97 фм, ретро-фм. 97,4 фм, комедий-радио. 97,8 фм, радио «России», ГТРК, Новосибирск. 98,3 фм, радио «Комсомольская правда». 98,7 фм, авторадио. 99,1 фм, радио «Энерджи». 99,5 фм, юмор-фм. 100 фм, новое радио. 100,7 фм, радио «Юнитон». 101,4 фм, радио «Городская волна». 102 фм, дорожное радио. 102,6 фм, радио «Рекорд». 103,2 фм, Европа+. 103,9 фм, «Ди-ФМ». 104,6 фм, «Вести-ФМ». 105,2 фм, «Хит-ФМ». 105,7 фм, «Бизнес-ФМ». 106,2 фм, «Радио-54». 106,7 фм, «Радио-дача». 107,7 фм, «Радио-шансон». 107,7 фм, «Радио-шансон». 538, «ЮХ-ФДВБ-Т2», «Вести-ФМ», «Радио-Маяк», «Радио-России», «ГТРК», «Новосибирск». В составе первого мультиплекса цифрового ТВ. Спорт. Хоккей. Хоккейный клуб «Сибирь» выступает в чемпионате КХЛ. В седьмом сезоне КХЛ 2014-2015 клуб завоевал бронзовые медали. В чемпионате МХЛ выступает хоккейный клуб «Сибирские снайперы». Женский хоккейный клуб «Гризли» выступает в лиге женского хоккея с 2015 года. С 2016 года выступает в двух составах «Гризли-1» и «Гризли-2». В сезоне 2016-2017 «Гризли-1» стал бронзовым призером финала ВИА и Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Женский хоккейный клуб «Сибирские хаски» выступает в лиге женского хоккея России «Хоккей с мячом». Хоккейный клуб «Сибсельмаш» — четырехкратный чемпион РСФСР по хоккею с мячом, чемпион России, 1995, трехкратный серебряный призер чемпионата России, финалист Кубка Европейских чемпионов. Выступает в Суперлиге чемпионата России. В высшей лиге выступает команда «Сибсельмаш» — «2 футбол». Футбольный клуб «Сибирь» — до января 2006 года «Чкаловец» — 1936, в сезоне 2010-ти выступал в премьер-лиге чемпионата России и Лиге Европы УЕФА. В первенстве ПФЛ, ранее, второй дивизион, «Восток» — выступали команды «Сибирь-2», «Чкаловец», «Чкаловец-Олимпик». В первенстве России среди ЛФК, СФФ «Сибирь» выступала команда «Сибирь-М», которая 29 июня 2019 года была заменена на «Новосибирском». В 2019 году создан новый футбольный клуб взамен расформированной «Сибири». Женский футбольный клуб «Кристалл» выступает в первенстве России по футболу среди женских клубов и команд 2-го дивизиона «Минифутбол». Минифутбольный клуб «Сибиряк», 2-х кратный серебряный и 4-х кратный бронзовый призер чемпионата России, выступает в Суперлиге чемпионата России по минифутболу. В высшей лиге «Восток» чемпионата России по минифутболу выступает команда «Сибиряк-Д» волейбол. Волейбольный клуб «Локомотив», 2-х кратный обладатель Кубка России, 2010-2011, победитель Лиги чемпионов сезона 2012-2013, победитель чемпионата России в сезоне 2019-2020, серебряный призер чемпионата России в сезоне 2013-2014, бронзовый призер в сезоне 2016-2017. Выступает в Суперлиге чемпионата России. В молодежной волейбольной лиге выступает команда «Локомотив ЦИВС», победитель первенства молодежной волейбольной лиги сезона 2017-2018, серебряный, 2016-2017, и бронзовый, 2012-13, призер, 4-х кратный обладатель Кубка Лиги, 2012-2013, 2015-2017. В высшей лиге «Б» женского чемпионата России в зоне «Сибирь» выступает новосибирский клуб «Кировец», баскетбол. Баскетбольный клуб «Новосибирск» выступает в Суперлиге. Двухкратный обладатель, 2014-2015, 2016-2017, и двухкратный бронзовый призер, 2017-2018, 2018-2019, Кубка России. Чемпион Суперлиги в сезоне 2014-2015. Женский баскетбольный клуб «Динамо», трехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка Ранкетти, многократный чемпион РСФСР, двухкратный серебряный призер чемпионата России, выступает в премьер-лиге чемпионата России, «Спидвей». Команда по горевому и ледовому спидвею «Спидвей», «Сибирь», «Роста», многократные чемпионы СССР по ледовому спидвею, чемпионы мира, входит в Суперлигу российских команд по мотогонкам на льду, «Рикбол». В Новосибирске развивается рикбол, молодой вид спорта, зародившийся на стыке регби, борьбы и баскетбола. В чемпионате России выступают команды «Сибирь», «Обь», «Джокер» и «Соболь». В городе действуют 75 детско-юношеских спортивных школ, комплексная, по спортивным играм, волейбол, баскетбол, футболу, хоккею с шайбой и фигурному катанию, школы единоборств. Также имеются коммерческие пейнтбольные клубы и лазертак-клубы. Известные спортсмены Новосибирскими спортсменами, победителями и призерами Олимпийских игр, заслуженными мастерами спорта являются Миша Лориан, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр по боксу, двухкратный чемпион мира, чемпион Европы, трехкратный чемпион России Зинаида Амосова, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка по лыжам, двухкратная чемпионка мира Анна Богалей, заслуженный мастер спорта, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, многократный победитель и призер этапов Кубка мира Сергей Булыгин, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по биатлону, четырехкратный чемпион мира. Александр Будько, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по волейболу. Роман Власов, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Александр Карелин, заслуженный мастер спорта, борец классического, греко-римского, стиля, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, герой России, почетный житель Новосибирска. Григорий Кириенко, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по фехтованию на саблях, двукратный обладатель Кубка мира, пятикратный победитель Кубка европейских чемпионов. Виктор Маматов, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и РФ, кандидат педагогических наук, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, четырехкратный чемпион мира. Виктор Маркин, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, чемпион мира, рекордсмен Европы. Владимир Морозов, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер олимпийских игр по плаванию, восьмикратный чемпион мира. Ирина Минха, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка по баскетболу, бронзовый призер олимпийских игр, призер чемпиона мира, чемпионка Европы. Евгений Подгорный, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, призер чемпиона мира, двухкратный чемпион Европы. Станислав Поздняков, заслуженный мастер спорта, четырехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, 5-кратный обладатель Кубка мира по фехтованию. Андрей Перлов, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по спортивной ходьбе на 50 километров, рекордсмен мира на дистанции 30 километров, экс-рекордсмен мира на дистанциях 20 и 50 километров. Игорь Полянский, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Сергей Тарасов, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по биатлону, двукратный чемпион мира. Александр Тихонов, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, двенадцатикратный чемпион мира, победитель первого в истории Кубка мира. Владимир Буре, заслуженный мастер спорта СССР, многократный призер Олимпийских игр, ставил рекорды СССР по плаванию в бассейне «Динамо». Елена Октябрьская, МСМК, восьмикратная чемпионка мира по подводному плаванию. Владимир Тарасенко, российский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». Является воспитанником новосибирского хоккея. Дмитриев Сергей Анатольевич, вице-президент Новосибирской областной федерации бодибилдинга и фитнеса. Заслуженный мастер спорта России, двукратный абсолютный чемпион России, семикратный чемпион России, чемпион Европы, трехкратный чемпион мира. Спортивные соревнования. В Новосибирске неоднократно проводились крупные международные и всероссийские соревнования. 17 и 22 марта 1992 года, финальный этап Кубка мира и чемпионат мира в командной гонке по биатлону. 11 и 16 марта 1997 года, финальный этап Кубка мира по биатлону. 14 и 19 февраля 2005 года, чемпионат Европы по биатлону. 21 и 26 марта 2007 года, чемпионат России по биатлону с участием ряда приглашенных сильнейших биатлонистов мира, Улиэйнара Бьерн Даллина, Ларса Бергера, Халвара Ханнивольда, Рикка Гросса, Кати Вильхельм. Ежегодные этапы Кубка России по биатлону, всероссийские соревнования по биатлону на «Приз олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова» и всероссийские соревнования по биатлону «Кубок Абагалей». 29 июня, 1 июля 2007 года, чемпионат России по спортивной борьбе. Ежегодный международный турнир по греко-римской борьбе, «Приз Карелина», проводившийся с 1992 года на протяжении 20 лет и его преемник, турнир, «Сила традиций». 17 и 19 апреля 2009 года, чемпионаты первенства России по спортивной аэробике. 22 и 24 апреля 2011 года, чемпионаты первенства России по спортивной аэробике. 3 и 6 марта 2012 года, чемпионат России по биатлону по дисциплинам «Суперпассьют» и командная гонка. 11 и 13 марта 2015 года, чемпионат России по биатлону по дисциплинам «Суперпассьют» и командная гонка. 28 и 29 марта 2015 года, финальные матчи Кубка России по баскетболу. 5 и 11 мая 2018 года, чемпионат России по керлингу среди смешанных команд. 24 и 30 июня 2019 года, чемпионат России по тяжелой атлетике. 15 и 20 января 2020 года, чемпионат России по греко-римской борьбе. 17 и 24 апреля 2021 года, чемпионат России по фехтованию. 27 и 29 августа 2022 года, матчи чемпионата мира по волейболу. 26 декабря 2022 года, 6 января 2023 года, молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой. Спортивные сооружения. Стадионы «Спартак», «Сибирь», «Сепсельмаш», «Локомотив», «Чкаловец», «Фламинго», «Заря», «Электрон». Спортивные комплексы «Спортивно-концертный комплекс», «Север», «Дворец спорта» «НГТУ», «Спортивно-оздоровительный комплекс», «Сгупес», «Водник», «Колумб», «Городской теннисный центр», «Радуга», «Электрон», «Спорткомплекс», «Космос». Бассейны «Нептун», «Спартак», «СКА», «Лазурный», «Молодость», «Афалина», «Бригантина», «Бассейны» «НГУ», «НГАВТ», «НГТУ», «Сгупес», «СипУПК», «НГУЭУ», «Водолей», «Калинка», «Волейбольный центр», «Локомотив-арена», «Мотодром-Роста», «Досааф», «Картодром-автомотоцентр», «ОЦД», «ЮТТ», «Биатлонный комплекс», «Лыжные базы», «Имени Тульского», «Локомотив», «Динамо», «Сдюшор» по лыжному спорту, «Буревестник», «Красное знамя», «Ипподром», «Сноуборд-парк», «Горский», «Горнолыжные комплексы», «Вираж», «Иня», «Альбатрос», «Ключи», «Керлинг-центр», «Пингвин», Почетные жители. Звание почетного жителя города Новосибирска присвоено 31 человеку. Трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Александру Ивановичу Покрышкину звание присвоено 7 декабря 1967 года за выдающиеся заслуги и подвиги при защите Советской Родины, первое присвоение звания, тогда же почетными жителями стали Игнатий Громов и Яков Михайлович Еличев. Позже звания были удостоены руководитель Саран, создавший Новосибирский академгородок, академик Михаил Алексеевич Лаврентьев, руководитель Саран-академик Влаиль Петрович Казначеев, основатель Новосибирского НИИ патологии кровообращения Евгений Николаевич Мишалкин, бывший мэр города и губернатор Новосибирской области Виктор Александрович Толоконский, бывший мэр города и глава администрации Индинок, Иван Иванович, бывший первый секретарь Новосибирского обкома КПСС Филатов Александр Павлович, бывший мэр города и губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий, художник-монументалист Александр Сергеевич Чернобровцев. Туризм. История. Зарождение и развитие туристического движения в Новосибирске относятся к началу XX века. Николаевский предприниматель, газетный и книгоиздатель, книгопродавец Николай Павлович Литвинов издавал «Справочник по городу Новониколаевску», открыл первый новониколаевский книжный магазин, организовал первую в городе справочную контору, читальню для проезжающих пассажиров, первую, 1900 год, типографию. Электропечатня «Переплетное» или «Навальное заведение Н. И. О. Литвиновых», в Новониколаевске печатала также книги, брошюры, альбомы и фотооткрытки с видами города. Подтверждено, что преподаватели Новониколаевского реального училища, открытого в 1912 году, организовали в начале XX века для учащихся поездку на Телецкое озеро. Общество изучения Сибири и ее быта выпустило в 1912 году, а в 1914 году переиздало «Сборник инструкций и программ для участников экскурсий в Сибирь», с целью придания планомерности исследовательской работе туристов и экскурсантов. В начале 20-х годов XX века в Новониколаевске, Новосибирске, организовывались эпизодические экскурсии и походы. В марте 1921 года в течение семи дней проводились экскурсии по Новониколаевску для частей гарнизона, подведомственных Новониколаевской дивизии, с посещением чугунолитейного, маловаренного заводов, завода, труд макаронной фабрики, мельницы и дыры, предприятий. Летом этого же года Закаменский, Октябрьский, райком комсомола устроил лодочный поход с агитационной целью поэр «Обидос» Малокриводановка. Массовое туристическое движение развернулось в конце 1920-х годов. В феврале 1928 года по инициативе членов общества изучения Сибири и ее производительных сил при правлении общества создана комиссия для организации в Сибирском крае отделения Российского общества туристов, РОД. В нее рекомендованы В.А. Пупышев, Н.К. Уэрбах, В.И. Шамиляв, М.А. Кравков, В.А. Жданов и Л.В. Гонжинский. Впоследствии В.А. Пупышев и В.И. Шамиляв внесли ощутимый вклад в разработку туристических маршрутов и участвовали в подготовке специальных изданий. Достопримечательности Популярные у туристических фирм Новосибирска место показа. Согласно справочнику Н.П. Литвинова по Новониколаевску, второе издание вышло в 1912 году, город является узловым пунктом, откуда направляются с магистрали Сибирской железной дороги на многие лечебные и дачные курорты Алтае, Чемал, Тюдрала, Солоновка, Белокуриха, Черный Ануй, Черга, отчасти Карачи и Рахмановские ключи. Туристско-информационный центр 1 марта 2016 года открылся Туристско-информационный центр «ТИЦ», который предлагает туристам и жителям города обращаться за бесплатной информацией об объектах культуры, истории, туристских и природных достопримечательностях, туристских маршрутах, и другой информацией, Новосибирской области. В рамках одного из проектов «ТИЦ» запущен туристический портал Новосибирской области. Гостиницы В городе Новосибирске функционирует более 10-4-звездочных отелей, среди них есть и не сетевые. Также представлены гостиницы 5-звездочка и 4-звездочка международных операторов Hilton Hoteles, Radisson, Marriott International и Dere. Новосибирск в произведениях искусства Живопись Новосибирск запечатлен во многих работах новосибирских художников, о нем создали произведения Николай Грицук, Красный проспект, 1959, Александр Силич, квартиры на мостовой 44, Старый и Новый Новосибирск, Зимний городской пейзаж, и так далее. Картины Михаила Казаковцева с изображением Новосибирска середины 20-го века украшают переход станции «Площадь Ленина» в новосибирском метро. Музыкальные произведения Многие песни посвятили городу новосибирские музыкальные коллективы и исполнители, группы «Коридор», «Черныш» и «Барселона» Аркадий Демиденко. Одну из самых известных песен о Новосибирске сочинил пожарный Владислав Ленский, исполнители «Владислав Ленский», Иосиф Кобзон, «Майя Кристалинская». Песню о городе написал певец Шура, родившийся в Новосибирске. У московской группы «Хадн Дадн» есть песня «Новосибирск». В компьютерных играх. Новосибирск присутствует в компьютерной игре «Метро. Исход», где он представлен как мертвый город, разрушенный ядерной войной, также Новосибирск есть в мобильной игре «Дейер Сервивал», в которой он присутствует как город-база. Он разрушен и заражен радиацией, но в нем по-прежнему укрываются выжившие, в компьютерной игре «Сервивал. Постапокалипс НАУ», вышедший 3 декабря 2019 года, игроку придется выживать в условиях сибирского постапокалипсиса, в компьютерной игре «Камабул Лед Хириэдж 2» весь город Новосибирск погряз в коррупции и продаже наркотиков. Главный герой искал работу. Он приехал из маленького города Киселевска и начал искать работу по объявлениям на Авито. Ему предложили прийти на собеседование и обсудить работу. Когда главный герой Камабуля пришел в компанию «Микс и Соль», ему предложили продавать наркотики детям. Камабуля не мог уже терпеть этого беспредела и решил разгромить весь этот офис. Разное. В конце 1930-х годов были закрыты все церкви на территории области, кроме единственной «Успенской кладбищенской церкви» в Новосибирске. Семья советского и польского военачальника Рокоссовского в годы Вов жила в Новосибирске на улице Урицкого. Знаменитый гипнотизер и предсказатель Вольф Мессинг жил в Новосибирске в 1943-1944 годах. Первая в России компьютерная сеть ФИДа появилась в 1990 году в Новосибирске. 6 ноября 1992 года в Кировском районе на Затулинском жил массиве Новосибирска на улице Петухова по инициативе А. Л. Станкова, бывшей заведующей отделом пропаганды и агитации новосибирского райкома партии, И. В. А. Воронова, бывшей первый заместитель мэра Новосибирска, был установлен стенд с лозунгом «Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что». 1 августа 2008 года Новосибирск стал основным наблюдательным пунктом Т.Н. Русского «полного солнечного затмения». Город Новосибирск занял первое место в рейтинге альтернативных столиц России, составленном специалистами медиагруппы «Разбизнесконсалтинг», на основании результатов опроса, проведенного в конце апреля, начале июня 2012 года. В 2012 году Новосибирск занял третье место в рейтинге качества городской среды, составленном Министерством регионального развития РФ, Российским союзом инженеров, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Московским государственным университетом М.В. Ломоносова. В Новосибирске пять паровозов-памятников, на станциях Новосибирск-Главный Инская, возле главного корпуса Сибирского государственного университета путей сообщения, на пересечении ЖД дороги и проспекта Димитрова и на станции «Спортивная» Малой Западно-Сибирской железной дороги. В Новосибирске улица планировочная одновременно и параллельна, и перпендикулярна сама себе и образует перекресток сама с собой. В Новосибирске имеются улицы Лебедевского и Лепедевского в непосредственной близости друг к другу, причем часть домов, относящихся к улице Лебедевского, выходят на улицы Лепедевского. Первый человек, ступивший на Луну, американский астронавт Нил Армстронг, специально побывал в Новосибирске, чтобы увести с собой горсть Земли от стен дома, в котором жил и работал один из пионеров космонавтики Юрий Кондратюк, автор схемы полета космического корабля к Луне, использованной для осуществления программы «Аполлон». Новосибирск – единственный город в России, который располагался в двух часовых поясах. С момента основания Новосибирск рос двумя частями по разным берегам обе. А так как часовой меридиан проходил прямо по реке, то в городе было два времени. На левом берегу разница с Москвой составляла три часа, а на правом – четыре. Сначала большого неудобства это не доставляло, каждая половина жила довольно обособленно. В 1955 году, когда был построен первый автомобильный мост через Обь, город стал более связанным. В 1958 году Новосибирск перешел на единый часовой пояс. Дипломатические и консульские представительства Представительства МИД России. Республика Беларусь – отделение посольства. Великобритания – визовый центр. Германия – генконсульство. Немецкий культурный центр имени Гете – визовый центр. Греция – визовый центр. Израиль – культурный центр. Испания – визовый центр. Италия – представительство института внешней торговли и визовый центр. Казахстан – уполномоченный торгового представительства. Киргизия – генеральное консульство. Литва – визовый центр. Мальта – визовый центр. Республика Корея – торговый отдел посольства. Таджикистан – генконсульство Украина – представительство торгово-экономической миссии – консульство Узбекистан – генконсульство Франция – визовый центр, центр французского языка и культуры – французский альянс Япония – культурный центр, Сибирь – Хоккайдо Австрия – сервисно-визовый центр Швеция – визовый центр Канада – визовый центр Города-побратимы Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин